Всем тем, кто начал день с 49 каналом, доброе, прекрасное утро в студии Оранжевого Утроста Янислав Чибриков, Анастасия Фепелова. И надеюсь, наш гость сейчас обязательно оценит то, как я сказала, точнее, мои голосовые данные. И я тоже постараюсь говорить очень красиво. Марина Шеливер у нас в гостях. Здравствуйте. Доброе утро. День голоса. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ведущие. Марина Шеливер, профессор, преподаватель сценической речи Новосибирского государственного театрального института, член Российской общественной академии голоса. Опыт преподавания сценической речи и актерского мастерства около 36 лет. Как, годимся? Вот я говорю, дорогие, да, дорогие ведущие. Для утреннего звучания вполне прилично. Фух, а для вечернего как бы уже... Не устраиваю. Для утреннего... Где собака зарыта? Что значит для утреннего звучания? Когда мы просыпаемся, наш голос просыпается не вместе с нами, а чуточку позже. Поэтому то, как вы пытаетесь артикулировать, или мы говорим, речевики, построить свой рупор для того, чтобы чуть-чуть усилить звучание. Рупор. Рупор, рупор. Рупор, это очень хорошо. Вы пытаетесь губами помочь звуку лететь вперед. Энергия, настроение, которое рождает голос и отвечает, собственно говоря, за полетность голоса. Энергия, настроение, эмоция. Она тоже присутствовала сейчас очень такая. Мажорная. Ну, ну что вы релистите-то? А мажорная-это хорошо? Конечно. А минорная-это плохо. Конечно. Голос очень любит позитивных людей. И когда человек находится в подавленном состоянии, голос очень сильно страдает. Он теряет свои яркие обертона. Он теряет полетность, звонкость. Ну, становится тусклым. И невыносливым, кстати говоря. Давайте разбираться, давайте разбираться. Тема очень интересная. Даже этому посвящен целый день, День Голоса. Вообще, знаете, откуда вот этот праздник пошел, День Голоса? Кто его придумал? Нет. Не вы ли случайно? Нет. Я только знаю, что существует ассоциация фониаторов всего мира. Лучшие друзья ведущих. Лучшие друзья ведущих, да. Которая устанавливает различные нормативы, звучание, эксплуатации голоса. И есть Российская общественная академия голоса, которая защищает права говорящих людей, певцов. Интересно. Певцов, ведущих, артистов. И возглавляет эту... Нету не смыканию связок вот это. Да. И не только. И возглавляет эту ассоциацию Лев Рудин, замечательный фониатор, ведущий фониатор Москвы, у которого лечатся большие звезды эстрады, театра, политики. Что значит лечатся? Может быть, мы еще с тобой не доходили? Страшное слово. Я сказала страшное слово. Лечится. Голос – это очень тонкая структура. И вы знаете, что самая тоненькая мышца нашего организма – это голосовая связочка. Мы говорим «связка», а на самом деле это мышца. Или еще говорят «складочка» в гортани. Мы с вами ее не сможем увидеть, если откроем рот. Нет, если сможем, мы попадем в книгу рекордов. Да. Существуют легенды, что у великих можно было, да, у Остужева, там, у Шаляпина. Но мне кажется, что это преувеличение. На самом деле они скрываются в гортани, и посмотреть их можно только при помощи специальной аппаратуры. И вот этим занимаются фониаторы. Поэтому слово «лечение» – это не совсем, ну, скажем так, как бы сказать… Неправильно, потому что, может быть, контроль, контролируют, смотрят. Да, восстанавливают. Я бы как это сказала. А это слово не должно быть употребляемо каждый день по отношению к людям голосовых профессий. Лечение или контроль, поддержка здоровья голоса – да. Но бывают ситуации, когда артист очень много говорит, певец поет или неудачно, будучи не в очень хорошем эмоциональном состоянии, пытается, преодолевая его, ну, грубо говоря, изобразить, преувеличить чувства. Вот это рассогласование ведет к повреждению. И, конечно, тогда лечение. Всевозможные вливания или какие-то дополнительные… Массаж связок, например. Да, дополнительные. Скажите, а связки можно как-то повредить? Да, повредить можно. Там и несмыкание, и узелки. Я все о себе это знаю, спасибо. Но можно ли как-то сохранить, продлить жизнь в нормальную связку? Да, нет, скажем, алкоголю, нет, скажем, сигаретам, семечки, газированные напитки, кофе или… Сложно! Или подождите. Это все мифы. Нет, вы знаете, если говорить, что ничего нельзя, жизнь станет очень неинтересной. Зато звучать-то как будем, а? Не факт. А, да? Совершенно не обязательно. Неси мои семечки, я Настя. Нет. Дело все в том, что многие продукты сушат слизистую оболочку. Но тренированные связки… Кофе. Кофе, например. Злоупотребление вредно. А в умеренных порциях или дозах ничего страшного в этом нет. Вот когда связки натружены или вы чувствуете, что вы простужены… Ведь самое популярное средство – это гоголь-моголь. А он готовится. Желток. Только хотела спросить, сырое яйцо, да. Да, желток. Если вы переносите метку, ложечка, и теплые сливки, и зеленый чай. Вот это все… Все это, да, дорогая. Да, да, да. Очень вкусная. И полоскать или залпом? Ну, знаете как, чтобы была польза, маленькими ложечками рассасывая, так называете, да? Удовольствие продевая. Да, растягивая удовольствие. Полоскать горло солью соды. Как вы к это не относитесь? Это больше от микробов, наверное, в бактерии, да? Нет, полоскать солью соды – это очень опасные вещи, потому что сода сушит слизистую, а соль обжигает. То есть мы можем убрать какое-то воспаление, но испортить связки. Да, да. Здесь очень важна, во-первых, пропорция, во-вторых, знание, что происходит в вашей гортане. Поэтому, конечно, лучше обратиться к утоларингологу или к нашим замечательным фониатрам в первой поликлинике. Марина Андреевна, хочется вернуться сейчас. Меня это вот почему-то очень сильно интересует. Насколько важен сейчас для человека правильно, красиво поставленный голос? Ну, да, человек может сказать, я ни на радио, ни на телевизоре. И на его нахождение в обществе, статус, лидерство – вот это самое интересное. Это самый сложный вопрос, потому что он очень обширный. Так, попробуем его сейчас. Каждый человек рождается с каким-то голосом. Слабый, сильный, высокий, низкий, звонкий, тусклый, хрипловатый. У характеристик голоса и причин появления различных вот таких оттенков голосов есть у каждого человека своя индивидуальная какая-то история. Как отпечатки пальцев, так и голос. Совершенно верно. Кто транслирует голос вовне, во внешний мир? Ну, во-первых, он транслирует наше эмоциональное состояние. Или я говорю, он транслирует мое отношение к миру. Вот в исследованиях «Голоса Шаляпина» у Виктора Петровича Морозова, в исследованиях написана очень интересная история о том, что Шаляпин использовал очень много эмоциональных подтекстов в исполнении тех или иных музыкальных произведений. При помощи всего, только одного голоса. И спектральный анализ его голоса показал, что в определенном состоянии голос тускнеет и теряет полетность и становится очень глухим. И совершенно обратное. Когда подъем, чувство радости, возбуждение от чего-то... То есть при помощи голоса раздражение, злость, радость. Меняется его тональность, абсолютно все его спектральные качества голоса. И вот поэтому, когда мы говорим, что мы транслируем в мир, а что хотим получить от этого мира, то и транслируем. Ведь когда мы сердимся, мы можем кричать, а можем молчать. Мы можем, не желая говорить, сдерживать звучание. И сдавливать желание сказать. Подавляем желание сказать. Особенно страшно, когда человек в ярости и тихо говорит. А что лучше? Да, лучше не сдерживать. Да, вы советуете, Марина Андреевна? Я советую адекватно выражать свои эмоции. И адекватно относиться к миру. Потому что не всегда гнев достоин того, чтобы выразить его словами. Друзья, мы предлагаем прерваться буквально на небольшой информационный блок. Обязательно вернемся. Еще много вопросов у нас к нашему сегодняшнему спикеру. Поэтому не переключайтесь. Созвучим. Друзья, если вы до сих пор еще не знаете, что такое фитнес для голоса, то мы советуем присоединиться к нам в студию «Оранжевое утро». По-прежнему, Станислав Чибриков, Анастасия Фефилова и Марина Андреевна Шервер. Прокачаем свои мышцы, так как все-таки мы теперь знаем, что наши связки – это мышцы. И как любую мышцу, соответственно, ее можно и нужно тренировать, поддерживать в форме, развивать, как быть с этими маленькими мышцами. И кому нужно? Вот нам со Стасом и всем-всем-всем необходимо доделать. Я думаю, что всем-всем-всем. Человек может же сказать, я же не работаю на радио, на телевидении, зачем мне? Ну, голос и голос. Я же не медийная личность. Нет, но точно так же, как когда вы здороваетесь и протягиваете руку, хотя теперь вот с этими карантинами неизвестно, как это делать. Но когда вы протягиваете руку, вы же думаете о том, какая она – чистая, мягкая, шершавая или еще какая-то. Точно так же и голос. Он касается нашего слуха и попадает, это ощущение, это впечатление, через ухо, в кору головного мозга. То есть человек, как только вы сказали «здравствуйте», он может не дифференцировать спектрального анализа, он не успеет сделать и не сможет. Но он, воспринимая ваш голос, воспринимает вас определенным образом. Вы сказали «здравствуйте», хрипло, человек уже сформировал о вас какую-то картину. Вы больны? Вас спросят, вы больны? Ну да. Гуляла все ночь? Да, или подумают, вы не спали, или что такое. Очень много информации выдает наш голос о нас. Он выдает информацию, ведь не только звук голоса, озвучивает какие-то слова, как результат наших мыслей. Скромность человека, можно вас познать сразу по «добрый день», по «здравствуйте» по одному слову? Скромность? Ну, скромность, стеснительность. Ну, я думаю, что не только по слову, по голосу, а по совокупности всех проявлений. Это и жест, это и взгляд. Мы же улавливаем более 300 микроскопических движений мышц лица. Зарядка, да, наши мышцы с утра, чтобы проснуться, в общем, весь организм требует как-то, чтобы забегала кровь по венам, чтобы взбодриться. Голос не исключение. С утра мы, ну, чего уж греха таить, не звучим. Я готова. Но при этом, вы знаете, что вы с утра уже делаете массаж тех мышц, которые отвечают за формирование некоторых голосовых окрасов. Зеваю? Зеваете. А, да вы что? Зеваете. Вы полощите рот. Пьем воду. Да? Вот. А-а-а. Вы полощите рот, раскрывая внутриглоточное пространство, там формируется сила звука, его округлость. Ты рвешь на кота? Да. Его округлость, значит, обертональность украшается за счет движения этих мышц. Затем, вы чистите зубы, вы что делаете с щеточкой? Вибрация проводим. А подесном. Ну, это если у вас электрическая щеточка, то вибрация. Это тоже, кстати говоря, очень полезно и хорошо. Вы... Щекотим. Да, вы... Массажиры. Щеки, конечно, с обратной стороны массируются. А щеки очень важный элемент. Безусловно. Потому что, когда мы формируем звук, он рождается на связках, а выходит сюда вперед, и благодаря щекам работают наши губы. Да? Так вот, утром, когда мы с вами просыпаемся, почистили зубы, прополоскали рот, первое, что мы можем сделать для голоса, это не только зевнуть, а открыть рот и посмотреть свой зев. Какой он прекрасный, какой он красивый. В зеркало. Посмотрите, я сказала, посмотреть свой зев. И вы начинаете зевать. Небная занавеска работает. Идет очень мощный кровоток, как массаж всей слизистой оболочки и выстилающий гортань. Кровь притекает. Конечно. Связочки массируются этим кровотоком и становятся более эластичными. Они ведь тоненькие звуки, высокие, толстенькие, низкие звуки. Различная степень смыкания вот этих маленьких, тоненьких ниток. Поэтому, когда мы зеваем, массируется гортань. Когда мы вытягиваем язык вперед, например, к подбородку, да? Массируется гортань. А если мы еще и вытянем к подбородку язык и скажем, например, ага, да, то мы услышим, что наш звук... Мы поздоровались так. Да. Звук нашего голоса перестал уходить в нос. То есть, если мы открыли рот на самом деле, ага, а не ага, никак попало. Да, да. Никак попало. Зубы же тоже чистить надо, никак попало. Угу. Поэтому вот эти движения языком вниз, вверх, кверху, как слезать варенье, например. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А, и при этом разговаривая. Ага. Вот это слово, которое считается в приличных местах неприлично произносить, ага, просторечие. А здесь как раз оно очень уместно. Ага, ага. Ага. когда едете, ну, заходите в лифт с соседями, не пытайтесь делать эту зарядку, потому что, а-а-а, могут, собственно, неправильно. Мы можем с соседями говорить так, выводя звук вперед в маску. То есть мы тоже таким образом разминываем. А знаете почему? Потому что мы говорим с ощущением. Я из-за лица удержусь, чтобы не зевнуть. И вот корень языка, о котором вы говорили, чтобы его не трогать руками, как это любят логопеды делать. И это не нужно делать самостоятельно, потому что можно и повредить, и все. А вот таким образом, когда мы работаем, мы косвенно воздействуем на корень языка. Или вращение языка. Это уже артикуляционный... Артикуляционная гимнастика. Да, да, да. А вы знаете, артикуляционная гимнастика вся построена на разогреве мышц, организующих рупор. Рупор – это то, что усиливает звук. Так. Правильно? Да, конечно. Поэтому, когда мы разогреваем артикуляционной гимнастикой наш рупор, мы направляем звук сюда. И тем самым усиливаем его... усиливаем голос. В принципе, вот такое упражнение можно даже, не знаю, там, в автомобиле, по дороге на работу, например, никто не мешает. Конечно, конечно. Нет, но если стоят работники ГИБДД, я ага, мимо еду, тут могут возникнуть ко мне вопросы, конечно, но... Очень много шуток на эту тему артистов есть. А, да? Да. Что все вопросы снимаются сразу. Возникает вопрос, откуда у меня поможет. Да, давайте уже что-нибудь посерьезнее перейдем. Что мы... Какое прям такое, чтобы сразу голос поставить? Ох! Вы знаете, ну, во-первых, нужно помнить о том, что... За один день он не ставится. Конечно. Конечно. Но... Нужно помнить о том, что хорошее настроение должно присутствовать, если вы хотите разбудить свой голос. Настройтесь. Во-вторых, вы должны понимать, что голос – это, конечно, работа голосовых связок из центра коры головного мозга, центра, да, управляют. Но дыхание является веществом звука, воздушная волна несет звук на себе. Вы должны дышать хорошо, значит, проснувшись, мы должны расправить плечи, мы должны подышать, мы должны прочистить носик, чтобы он дышал дыхательными упражнениями. Это все влияет на... Абсолютно все. Это вы считаете? Ну, потому что, когда нос у нас забит... Да, и мы им будем говорить в нос. Мы говорим в нос. Или когда он отек в носу, и ничего человек не чувствует, не может вдохнуть, то закрытая гдусавость называется это. Вот вместо звука «м», «н», звуки «б», «д», да, возникают. Поэтому осанка дыхания при хорошей осанке легкие развернуты, грубная клетка раскрыта, диафрагма свободно существует и плавает, как медуза в воде, организуя правильно, плавно наше дыхание. И таким образом, вот я сейчас волнуюсь и немножечко не поддерживаю... А не заметно, правда. Не поддерживаю дыханием. Заметно я делаю... Слышите? Ну, это заметно для вас только. Кстати, это же очень сложно. Кстати, вопрос. Нужно дышать правильно диафрагмальным дыханием? Все верно. И есть всем нам известные физиологические процессы, которые провоцируют работу диафрагмы. Это смех... Да? И кашель. Поэтому для того, чтобы почувствовать, как работают мышцы вдыхателя и выдыхателя, мы можем обратиться вот к этим моментам. И чихание, кстати говоря. Всем желаю меньше кашлять, а больше смеяться. В гостях у нас была Марина Андреевна Шеливер. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Звучите хорошо. Разминайтесь. Обязательно, друзья. Но мы с Анастасией Филовой... Я считаю, что мы отлично отпраздновали День Голоса. Да. Стас Шибриков, Анастасия Фефилова пошли звучать дальше. Никуда не переключайтесь. Оранжевое утро продолжается. Всем привет еще раз.